Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Большая Азия» в студии Евгения Боровая. Прямо сейчас я расскажу вам о самых интересных событиях из жизни российских соотечественников, проживающих за рубежом, в этом выпуске. Россотрудничество получило новое неофициальное название. В Бишкеке состоялась проектная конференция молодых соотечественников. Британский форум учителей-русистов поднял вопросы онлайн и офлайн образования. Русский дом в Париже стал площадкой салона искусства молодых русских художников за рубежом. Федеральное агентство Россотрудничества получило новое неофициальное название «Русский дом». Это словосочетание победило в конкурсе «Переименуй Россотрудничество» и оказалось самым популярным среди присланных вариантов. Ребрендинг был обоснован ранее главой ведомства Евгением Примаковым. По его словам, если Россотрудничество хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости, название должно быть более дружелюбным. Отныне «Русский дом» становится неофициальным названием нашего агентства. Решение было поддержано общественным советом, тем более, что еще до ребрендинга наши зарубежные представительства именно так и называли в повседневной жизни как иностранцы, так и соотечественники, говорится в релизе Россотрудничества. Название «Россотрудничество» остается для внутреннего пользования и будет использоваться в системе государственной власти Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В рамках конференции было представлено молодежно-инициативное движение, сокращенно МИД. По словам Ольги Фроловой, вместе ребятам будет легче воплощать свои идеи в жизнеспособные социальные проекты. Движение МИД уже провело свое первое мероприятие совместно со службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ближайшем будущем ребята готовят следующую акцию под названием «Следы истории», которая будет посвящена Международному дню памятников и исторических мест. В планах инициативной группы и дальше проводить тематические встречи, дорабатывать имеющиеся идеи проектов и набираться опыта. Шестой форум преподавателей русского языка, получивший название «Назад в будущее учеба без границы экрана», состоялся онлайн. Его посвятили вопросам современного образования в условиях глобальных изменений. В дискуссии участвовали 38 специалистов из разных стран мира. Организовал встречу образовательный центр Балтика при поддержке представительства Россотрудничества Великобритании и Северной Ирландии. Задача нашего форума для учителей-русистов, который проходит на севере Англии уже на протяжении шести лет, остается все та же. Это общение авторов учебных пособий с учителями-практиками, опыт и информация о качественных материалах для детей билингвов. Учителя и сотрудники билингвальных центров представили новые учебные комплексы, пособия и внесли предложения по адаптации школьников. Были рассмотрены приемы нейрографики в работе с детьми. Все эти решения призваны помочь ученикам с разными языковыми знаниями. По словам руководителя форума Галины Суходинцевой, участники также провели детальный анализ преимуществ и недостатков онлайн-образования. Огромным минусом зум-образования мы выделили медицинские аспекты и невозможность взаимодействия детей друг с другом на русском языке и самостоятельных игр. Плюсами зум-обучения были названы время, свобода, самостоятельность, развитие усидчивости и ответственности, освоение новых технологий, включение родителей в образовательный процесс и такой момент, как осознание того, что компьютер – это не только развлечение, но и важный инструмент для получения знаний. По итогам форума «Назад в будущее. Учеба без границы экрана» преподаватели отметили, что эпидемиологическая обстановка с закрытием школ дала дополнительный стимул и открыла новые возможности для развития современного образования. На площадке «Русского дома» в Париже открылась виртуальная выставка восьми одаренных молодых художников из России, успешно занимающихся творчеством во Франции. Меня зовут Даша Лина и я работаю в сфере медиаискусства. И на протяжении уже нескольких лет я изучаю, как разные технологии влияют на наш организм. Начиная от физических влияний, как, к примеру, боль в шее, до менее заметных проблем, как влияние технологий на наш сон, на наш фокус или психическое здоровье. В рамках салона, который назвали «Молодое искусство русского зарубежья», организаторы провели творческую видеоконференцию. Ведущим трансляции стал директор «Русского дома» Константин Волков. Цель нашего дома в рамках этого проекта – предоставить нашим соотечественникам во Франции собственную площадку, где им будет уютно, где они смогут показывать свои работы, обмениваться мнениями и творческими планами. В обсуждении представленных на выставке работ участвовали известные российские художники, искусствоведы и преподаватели. Завершилась конференция под ведением итогов и приглашением молодых художников к дальнейшему продолжительному сотрудничеству. Мы рассказали вам самое важное. Еще больше новостей вы сможете найти на сайте begazia.ru в разделе «Соотечественники». Мы и дальше будем держать вас в курсе событий из жизни российских соотечественников, проживающих во всем мире. В студии была Евгения Боровая. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok